Сегодня снег обещает, завтра снег, снег обещает. Я сейчас на публику сработаю здесь, а свое слово не сдержу. Погодные условия-то еще у нас зимние. Я даже обещать ничего не буду. С такого заявления замдиректора по содержанию эксплуатации улично-дорожной сети начался маршрут по убитым магистралям города. Негативный рейтинг составили сами южноуральцы на сайте ОНФ. Первой остановкой стал перекресток Руставелли-Гагарина в Ленинском районе. После перекладывания ответственности на погоду дорожники обвинили коммунальные службы. Завтра же сюда созываем всех. И ГАИ сюда вызовем, и водопровод, и канализацию, и газовиков. Всех мы вызываем. Все учатся. И мы только одни. И все отказываются. Мы будем искать. Скоро скажем. Далее кортеж проследовал в металлургический район. Пересечение улиц Радонежской и Брадокамской возглавило народный антирейтинг. Причины разбитой инфраструктуры – поток грузовых машин к областному аптечному складу и отсутствие диалога с коммунальщиками. Кто-то должен принимать решение свыше, если у них не получается координировать между собой эти работы или не приводят к нужному результату. Кто-то должен принимать решение уже выше. Глава города, ну как минимум, тогда, наверное, должен подключиться и, наконец-то, навести порядок в решении этих вопросов. Вишенкой на торте стала улица Комунный. Дорога возле Аллеи Славы в сторону правительства визуально не требует починки, однако внесена в официальный список ремонтных работ. Уведенные же ямы сегодня дорожные службы обещают ликвидировать к концу недели. Анна Кучина, Владислав Шишмаренков, СТС, Челябинск.